Урбан. Программа о городских проектах. Урбан. Программа о городских проектах. Урбан. Программа о городских проектах. Вчера Света меня уговорила выйти на улицу. Говорит, пойдем на улицу, спросим у людей. Подходили мы к людям с одним вопросом, с двумя на самом деле. Подходили, спрашивали, как сейчас выглядит мусорная площадка и как они хотели бы, чтобы она выглядела. Да, потому что тема, как правильно делать контейнерные площадки для мусора у нас сегодня. И напоминаем, что Илья Шульгин комментировал наш вопрос, за он или против того, чтобы мусорные площадки запирались. И поэтому в студии у нас сейчас эксперты. Эксперты будут разные, с разных сторон мы покрутим эту тему. Но прежде всего представим тех, кто сейчас с нами за одним круглым столом. Это Михаил Шихов, представитель САХА в студии. Михаил, добрый день. Добрый день. Дмитрий Сергеев, директор строительной компании «Маяковская». Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. И Юрий Захаров, руководитель компании «Железно». Юрий, здравствуйте. Да, добрый день. Ну так вот, мы вчера гуляли по театральной площади и спрашивали разных людей, как они вообще оценивают свою мусорную площадку, как они ее описывают и какова идеальная, на их взгляд, контейнерная площадка для сбора мусора. Вот мы немного нарезали. Денис Князев, звукорежиссер наш, сейчас нам поможет. Меня зовут Иона, и раз в неделю я выбрасываю мусор. Моя мусорная площадка выглядит, как небольшой пустырь с четырьмя пластиковыми баками, в которых когда-то давно были и педальки, и крышки, но все тоже насломано. Иногда в мусорном баке спит бомж, но это бывает редко. Поэтому каждый раз, когда я бросаю мусор, я смотрю, спит ли он там или нет. Нет, собаки растаскивают у нас, бездомных собак очень много. Она нам не надо, чтобы закрывалась. Хотя бы вот эти вот крышки-то у нас простые. Здесь вот есть баки такие, они закрываются крышками. А у нас-то хотя бы вот этими деревянными, даже хотя бы, чтобы собаки не проникали туда. Лично я бы хотела, чтобы вообще никакого мусора не было. Во дворе? Да. Мусор на площадке не было. А как-то по-другому он вывозился? Как по-другому? Я не знаю. В таких городах, как Киров и любые города глубинки России, это, ну, может быть, и прокатит, но только когда люди сами начнут думать о том, что именно им надо. А сейчас какую-то мечту не придумай, ты все равно к ней не пойдешь. У нас люди работают на зарплате, получая 8 тысяч, и это их устраивает. Они мечтают о зарплате в 20 тысяч, но ничего делать для этого не хотят. Поэтому о каких мусорках можно говорить? Вот такая история. Мы всячески людей подвигали на то, чтобы они помечтали и представили, что когда в ходе мусорной реформы мы будем платить больше в несколько раз за вывоз мусора, чем сейчас, выйдя во двор, что бы они хотели увидеть? Хотели бы они увидеть сразу существенные изменения уже в своем дворе, потому что, ну, в общем, путь нашего мусора начинается с мусорной площадки во дворе. Причем мы сначала расстроились, потому что нам толком так никто и не сказал. Мы говорили, ну, вот вы же будете платить большие деньги, хотя бы помечтайте. А потом, когда шли на обратном пути, я говорю, Света, ты знаешь, ведь это тоже результат. То есть это тоже итог. Люди, даже зная, что они будут платить больше, не представляют, как бы они хотели, чтобы выглядела за эти деньги, немаленькие деньги, их идеальная мусорная площадка. Да, но мы эту тему будем развивать. Какова потребность населения, как они будут реагировать в итоге? Да, в ходе мусорной реформы на то, что происходит. А пока мы обсудим предмет, собственно, нашего сегодняшнего диалога. Это устройство самой контейнерной площадки для сбора мусора в городе Кирове. Каковы правила ее устройства? Мы сейчас обращаемся к Михаилу Шихову. Сах. Правила устройства мест накопления, так называемых, это как раз и есть контейнерные площадки, прописаны в Сан-Пинном. Это твердое основание и 25 метров удаленности от жилых зданий. 25 метров. Не больше, не меньше. Или могут быть какие-то расстояния другие приняты? Ну, написано 25, поэтому больше можете. А по факту как бывает? По факту так бывает редко. Так бывает редко. А как в основном бывает? Бывает, что расположено где-то ближе, там, где нормы хотят выдержать, бывает объединяются несколько домов, ТСЖ, управляющих компаний, создают одну центральную какую-то площадку, где располагают все контейнеры одновременно, и тогда эти нормы, может быть, и выдерживаются. В каком порядке эта мусорная площадка устанавливается, когда сдается дом? Кто делает основание? Кто ее устраивает? Разрабатывается ли какая-то специальная схема, что будет вокруг этой площадки? Будет ли она за забором? Будет ли она за замком? Будет ли она увита плющом? Я сейчас обращаюсь к строителям. Прежде всего, хотим услышать мнение Дмитрия Сергеева, директора строительной компании «Маяковская». Как сказал Михаил, у нас есть нормативы, по которым мы должны строить наши дома. Нормативы удаленности больше, наверное, пожалуй, никаких нормативов и не существует. Единственное, еще есть какой-то, может быть, расчет по количеству площади этой контейнерной площадки, сколько нужно для того, чтобы поставить необходимое количество контейнеров. Что значит какой-нибудь расчет? Разве это не зависит от количества квартир людей, которые будут жить в доме? От количества людей, которые будут жить в доме, а не от количества квартир. А как узнать, сколько людей там? А это опять же расчётная величина. Например, на сколько людей должен быть один контейнер? Это вопрос к проектной организации, не к застройщику. А кто такие проектные организации? Тот, кто проектирует дома. То есть вы только принимаете и всё? Вы не представляете себе, как устраиваются контейнерные площадки, когда вы сдаёте дом? Ну вот какое количество людей и сколько контейнеров должно стоять, нет? Проект проходит государственную экспертизу или, скажем, не государственную экспертизу. То есть мы доверяем здесь это отдельно, специалисты, на которых нужно учиться. Давайте, кто скажет, кто может сказать? Михаил может сказать. Что? Сколько контейнеров должно стоять, исходя из какого количества людей? Смотрите, предусматривается место размещения, то есть делается твёрдое основание, а потом мы выставляем контейнера в зависимости от того, какое количество проживающих в этом доме подаёт управляющая компания. Количество проживающих умножается на коэффициент накопления, которое на норму накопления, на 1,72 в год. Вычисляется, как много образуется мусора, и в соответствии с этим выставляются контейнеры. У меня плохо всё с математикой. Если в доме живёт 100 человек, сколько контейнеров надо? Если в доме живёт 100 человек, значит, они в год образуют 170 кубов мусора. Соответственно, 365 при ежедневном вывозе, опять же, нормы с Ампина летом ежедневной. Пополам, то есть пол куба мы должны вывозить ежедневно. Пол контейнера. Пол контейнера. То есть на дом, где 100 человек, пол контейнера. Да, то есть, соответственно, мы устанавливаем один контейнер, и этого достаточно. Ваши девятиэтажки, Дмитрий, сколько людей живёт, когда вы сдаёте? Одна подъездная. Когда мы сдаём, никто не живёт. Одна подъездная. Сколько людей? Скажем, это примерно 40-45 квартир. 40-45 квартир. Один контейнер? Наверное, будет получаться, да. Один контейнер. Хорошо. А больше можно? Можно. То есть, если жители понимают, что не хватает вот этих контейнеров? А кто это решает? Общее собрание. То есть, нужно вам увеличить площадку, принимайте решение, увеличивайте площадку, ставите большее количество контейнеров. Да, вот сейчас мы хотим спросить... Чуть больше платите и ставите. Да, Юрия Захарова, Юрий Анатольевич, вы представляете себе, как устраивается площадка, когда вы сдаёте дома, кто, собственно, делает само основание, оформление этой площадки, кто определяет, какие будут эти контейнеры и сколько их? Ну, действительно, определяет проектная команда, которая проектирует проект, который мы несём в экспертизу и проверяем его на все нормы, нормативы. У вас своя проектная команда работает? У нас есть и своя, есть и проекты, которые проектирует кто-то другой, но в любом случае это по нашему техническому заданию, и мы, конечно, эти нормы все проверяем. Кроме того, из нашего опыта при переезде у людей возникает большое количество строительного мусора. И мы имеем на сегодняшний момент дополнительные затраты, которые по закону нести не обязаны, но просто из уважения к нашим жителям и желания сделать наши дворы опрятными сразу после переезда, мы ещё строим большие контейнеры для строительного мусора. Это такие железные мульды, которые вывозятся уже другим способом, и туда можно складировать крупногабаритный мусор. В проекте «Метроград» до сегодняшнего дня у нас практически два раза в неделю вывозится большой контейнер, я не помню, сколько он там, 8-кубовый контейнер. Несколько раз в неделю мы его вывозим, и туда валят вот этот строительный мусор, то, что осталось после... Это понятно. А вот как типичная контейнерная площадка в ваших микрорайонах устроена? Типичная контейнерная площадка представляет в себе твёрдое покрытие, огороженное с трёх сторон ограждением, чтобы мусор максимально не разлетался по окрестностям. И устанавливаем те баки, которые может обслуживать САХ. То есть мы не можем ставить что-то другое, потому что требование к вывозу мусора определяет то предприятие, которое его вывозит. Я добавлю ещё, что мы контейнеры не ставим, ставим то предприятие, которое вывозит мусор. То есть они сами привозят свои контейнеры и устанавливают их на ту площадку, которую мы подготовили. Ага. То есть получается, что... Светлана просто говорила, что нужно как можно больше нам помечтать об этой идеальной площадке. Ну, прежде чем мы помечтаем о том, какая всё-таки должна быть эта самая площадка, тут кто смотрит нашу прямую трансляцию ВКонтакте, слышали, что сказали наши гости по поводу срока службы этих контейнеров и кто устанавливает, собственно, контейнеры. Вот САХ нам подсказал, что сложившаяся практика такова, что контейнеры выставляет САХ, который вывозит эти контейнеры. И срок службы контейнеров примерно год? Ну, год, полтора-два, в зависимости от того, как он эксплуатируется. На самом деле контейнер достаточно крепкий, но педали, допустим, ломаются очень быстро, потому что люди у нас не любят крышки открывать, вот про открытые крышки. Ну, вот у человека, ты так раз говорил, иона. Иона, да. Которая аккуратно складывает мусорные пакеты рядом с баком, потому что в баках часто спят интеллигентные бомжи, как вы сказали. Ну, вот я думаю, мы дальше обсудим, что сделать для того, чтобы люди там не спали. Так. Ну, а вы сказали, Дмитрий, что раньше устанавливали контейнеры строительных компаний. То есть в 90-е годы строители на момент ввода объекта в эксплуатацию устанавливали еще и контейнеры. А они там на веки вечные стояли, или тоже строительная организация должна была их как-то обслуживать? Нет, мы их поставили, мы ушли, больше строительной организации там нет. Приходила управляющая компания, и дальше по мере его износа она должна была его менять. Мы еще не добили, Даш, один вопрос, чтобы мы создали картинку, как выглядят контейнерные площадки сейчас в городе. Это все-таки действительно виды контейнеров, потому что, вот Иона, который рассказывал, да, про бомжей, ласково так, он говорит, что у них пластиковый стоит контейнер, но да, педаль не всегда уже работает. А была там замечательная совершенно женщина, которая приехала в Киров из пригорода. Из Просницы. Из Просницы. Ее пригласили дети на спектакль в театр драматический, поэтому она гуляла с мужем по театральной площади. Она сказала, нам хотя бы деревяшечку, деревянную крышечку сверху положить, чтобы собаки не растаскивали. То есть запросы-то, на самом деле, они вот минимальные. Да, да. Ну, мы спрашиваем, у вас утаскивают там, подбрасывают мусор? Ну, конечно, подбрасывают. А достаточно ли близко к дому? Ну, не всегда достаточно. А что у вас там, вороны, крысы, собаки? Да, да, есть. Но как же вы будете платить больше? Да вы что, вы думаете, что-то изменится? Не изменится ничего. То есть вот сколько у нас было человек, не все были сегодня в звуке, но никто не может помечтать о том, какая должна быть эта площадка. Мы помечтаем, но все-таки, сколько у нас сейчас пластиковых контейнеров, железных контейнеров, и почему до сих пор есть железные там, и там не меняется все на пластиковые, и, может быть, где-то появились уникальные какие-то контейнеры в Кирове. Кто знает? К сожалению, уникальные контейнеры в городе Кирове не могут появиться, по одной простой причине, что... Ну, вот лично мне какая-то система нравится, это контейнеры 3,5 куба, которые выставляются на Красную Леню. Вот кто в Испании где-то за границей был, там же все вдоль дороги, это стоит, машина приезжает. У нас это запущено. Это небольшие, такие узкие контейнеры. Это наоборот, такие большие контейнеры, большого объема накоплений 3,5 куба. Вот обычные зеленые, это 1,1 куба контейнера, те в три раза больше. Но они такие симпатичные, там и машина другая подороже. Но у нас этого никогда не будет, потому что у нас ГИБДД считает, что контейнеры, установленные вдоль красных линий, мешают движению. Во всем мире не мешают, а у нас мешают. Поэтому их не будет. А я можно параллельно покажу пример? Вот такие контейнеры, установленные вдоль красной линии. Покажи нашим слушателям. По мнению ГИБДД, это нарушение дорожных движений. Это такая федеральная история. Это федеральная история. Они пишут, вот если такие контейнерные площадки расположены на землях муниципальных, они пишут предписание территориальным управлением, и территориальное управление пытается такие площадки ликвидировать. Это известные вещи у налоговой инспекции, это на улице Большевиков, повороты к мосту. Эти площадочки потихонечку умирают. Если они, опять же, повторюсь, находятся на землях муниципалитета. Муниципалитета. Ну вот, чтобы сразу перейти к мечтам, я хочу сказать, что, конечно, я выбрасываю мусор у своего дома почти каждый день небольшими порциями, и почти каждый день я вижу, что контейнер у нас переполнен. Контейнерная площадка стоит прямо там на улице Молодой Горбачёва, и там стоит один пластиковый, и два металлических контейнера, которые напоминают о том, что когда-то САХ пытался инициировать раздельный сбор мусора. И, между прочим, до сих пор люди там сортируют. До сих пор я вижу, что бумага в бумажном контейнере, а пластик в пластиковом контейнере. Но он у нас всё время переполнен. Я не знаю, на какое количество там домов рассчитан этот контейнер поблизости. Я не представляю себе, где ещё есть площадки. Тем не менее, под ним расшатанное такое основание. Был когда-то, видимо, асфальт, ну, полуглинистая такая история. Всё время лужи и грязь. Всегда. И нет никакого ограждения. Меня всегда интересовало, а кто вот это основание делает у контейнерных площадок? Почему оно такое грязное? Почему бывает оно в ямах? Что это такое? Это кто? Вот не строители? На момент ввода объекта в эксплуатацию, ввода в эксплуатацию домов. Сколько уже времени прошло? Давно. Давно. То есть вот за это время уже дальше, наверное, управляющая компания, либо собственники, если нет управляющей компании, должны содержать своё общедомовое имущество, в состав которого и входит контейнерная площадка. То есть не муниципалитет, а собственники. Собственники. Правда? Вот это открытие. То есть мы, собственники, должны сами следить за основанием контейнерной площадки. Ну, за общедомовым имуществом. А это общедомовое имущество? Хочу внести тут маленькую корректировку. Я не знаю, как это соотносится с общедомовым имуществом, но 89 ФСЗ нам чётко говорят. Пункт 8. Создание, содержание. Это первая обязанность муниципалитета, вторая обязанность, введение реестра учёта, и третья обязанность, это экологическое просвещение населения. Вот единственные три обязанности муниципального образования. Создание и содержание. И содержание. Просто я не представляю себе, как улица Горбачёва является моей собственностью. Я вообще себе представить это не могу. То есть создавать и содержать должен муниципалитет. А вот здесь вопрос к муниципалитету. Муниципалитет на сегодняшний момент не разрешает устанавливать контейнерные площадки на землях общего пользования. Они заставляют их ставить на придомовой территории. То есть, Свет, это твоя придомовая территория? Заставляю. Заставляю. То есть, вот если бы у вас сейчас была новая строительство... А если я буду сопротивляться? А вы ни дом не сдадите без контейнерной площадки. То есть, у вас не соответствует нормативам. А если уже существует эта площадка? А это уже другой вопрос. То есть, мы говорим, я как застройщик говорю про новое строительство. Вот всё-таки тогда давайте вот здесь к консенсусу каком-то придём. Вы строители и вы компания, которая обслуживает население по вывозу мусора. Плохо это или хорошо, когда площадки всё-таки стоят вдоль дорог, на красных там линиях приближающихся, или прямо вот согласны с муниципалитетом, что всё нужно убирать во дворы. И тогда почему? Если всё убирать во дворы, у нас всегда расстояние между контейнерной площадками и окнами жилого дома 25 метров. То есть, вот этот норматив никак его сократить нельзя, потому что это федеральное законодательство. Хотя могут быть какие-то мероприятия, которые бы это позволили сделать. Ограждение, крыша, зелёная изгородь. Но у нас нет дворов, например, вообще у нашего дома. А так дом строить нельзя? А, вон чего. Ладно, не сносите. Ну, тут вопрос, получается, ещё к Юрию Анатольевичу. То есть, у вас достаточно обособленные микрорайоны. Там же не получится вынести это куда-то далеко? И нельзя. Не, ну почему? При сдаче каждой очереди мы должны в проекте указать место хранения мусора, и оно в соответствии с нормативом выделяется, и там мы делаем. Безусловно, есть прецеденты, когда жители одного дома жалуются, что площадка находится ближе к их дому, чем к дому соседнему, который тоже входит в общую, скажем так, очередь строительства. Такие прецеденты тоже бывают. Не хотят видеть из своих окон. Не хотят, да. Ну, это, наверное, естественное желание. В силу, опять же, того подхода, который мы используем для сбора мусора, потому что зачастую, конечно, это неопрятные площадки, с которых мусор разлетается, с которых тянет запахом, в том числе долетающим до окон этих жителей, к сожалению. Поэтому мы тоже за то, чтобы какая-то ревизия того способа хранения и транспортировки мусора в городе была проведена. У нас есть свои предположения, как это можно сделать. Ну вот, давайте расскажу. То есть мы, как компания, все время ищем что-то новое, как бы интересное. Поэтому объездили и застройщиков в России очень много посмотрели. Нам очень понравился подход компании Брусника. Это тюменская компания, которая сейчас строит уже в пяти городах. Является лидером такими инновационными в России. Они в своих дворах делают площадки. Ну вот, я не знаю, если можно показать. А, здесь есть у нас пример такой? А вот он, как прямо передаю. Да, да, очень похожий. Это пример из Сыктывкара, я сейчас покажу тоже. Да, очень похожие площадки. То есть это бетонное кольцо, которое закапывается в землю. Это мы показываем сейчас ВКонтакте. Да, сверху есть очень серьезная масштабная крышка, которую сложно сломать. В этой крышке есть люк. Диаметр этого сооружения примерно 2,5 метра, если я не ошибаюсь. Да, и внутри находится биг-бэк. Это пакет из, ну не пакет, правильно сказать, наверное. Большой мешок, да, из очень прочной ткани, который, в принципе, легко изменить. Он недорогой сам по себе. А он вкопан ведь, да, получается? Он вкопан, да. То есть в чем преимущество? Во-первых, она является, скажем так, вполне себе эстетическим объектом. То есть он не портит настроение, когда мы туда смотрим. То есть в бруснике это делается тоже внутри дворов. И там рядом детские площадки, гуляют дети, как бы никого ничего не напрягает. Запаха нет. Сах, комментирую, кто не видит, Сах сейчас головой вот так вот трясет. Он прокомментирует чуть позже. Потому что есть специальная машина. Я не знаю, кто в Тюмени ее приобретал. Специальная машина, которая крюком поднимает этот мешок. Снизу есть специальное устройство, которое там грузчик дергает за веревочку. Этот мусор высыпается в бак этой машины. После этого снова затягивается эта веревка и кладется этот биг-бэк обратно в эту емкость, накрывается крышкой. Многоразовое использование получается. Да, пакет многоразовое использование. Поэтому, ну и замена его как бы не столько затратная, как замена бака. Нам понравилось. То есть эстетика высокая, качество хранения высокое, ничего не разлетается, собаки не растаскивают. Внешний вид приятный. Не знаю, что нужно для Саха, для того, чтобы переоборудовать наши площадки. Он сейчас пояснит. Ну, я вижу, что сейчас пояснит, да. Но я хочу сказать, что если такое будет, мы будем первыми, кто эти площадки внедрит в своих проектах. А, вот предложение от Железно. Они готовы внедрить вот такие новые действительно площадки. Это называется заглубленные контейнеры. Мы направляем всех к посту господина Варламова. У него есть такой пост, который называется, как правильно делать контейнерные площадки для мусора. Такая площадка там указана. Михаил, пожалуйста, поясняйте. Вы так скептически качали головой. Почему? Ну, смотрите, год назад с Денисом Леонидовичем и Крутихиным мы обсуждали установку... КССК. Да, с КССК. Таких контейнеров. Ну, Михаил Буков, руководитель, управляющая компанией КССК. Вот мы вдвоем еле-еле отговорили Дениса Леонидовича. Понятно, что застройщику... Он тоже хотел. Да. Понятно, что застройщику, вот как Юрию Анатольевичу, нравится. Мне тоже визуально нравится. Но на практике, вот смотрите, это никакое не кольцо. Это закапывается капсула. Капсула непроницаемая, влагонепроницаемая. Мешок этот стоит 19 тысяч рублей. Горит он точно так же, даже лучше контейнера. И управляющие компании просто с этим делом не хотят связываться. Почему? Потому что после каждой выгрузки этого мешка необходимо промыть эту капсулу. То есть машина должна быть дополнительно оборудована моечным оборудованием и манипулятором. В общем-то, для нас приобрести эту технику несложно. Но управляющие компании почему не хотят? Вот смотрите, опять же, открыли крышку, снега навалило. Там этой жидкости, грязи очень много. То есть метод красивый. Там люк есть. Там люк зачем крышку-то все отворачивать? Можно подключить ее системе ливневой канализации. Но он всегда открыт. Что сделать? Если это делать в новой застройке, то есть можно, в принципе, подключать ее к ливневой канализации, то есть делать слив. Юрий Анатольевич, мы вот прям новаторами будем. Ну не знаю. Почему нет? Надо думать просто в этом направлении. Еще раз говорю, если мы решаем потребительские свойства, то как технически это вопрос решить, это наши проблемы на самом деле. Застройщика, проблемы САХа, проблемы управляющей компании. Мы имеем, собственно, управляющую компанию, которая готова с этими сложностями поработать, если это для жителей будет удобно. А вот есть, например, вариант... САХ не договорил. Ну, смотрите, во-первых, экономически это неоправданно. Это надо не менее 70 контейнеров установить единовременно. Не менее. Во-вторых, ну, не знаю. 70 контейнеров, это сколько домов? У вас есть железно столько домов на 70 контейнеров? На три куба у нас. За пару лет мы, наверное, сделаем 70 контейнеров. Так, два года. Ну, понятно. Ну, мы-то как раз вот с Юрией Анатольевичем-то обсуждали немножко другую систему. А это мы после перерыва обсуждали. Есть другая схема, ну, то есть она, в принципе, о том же, да, то есть он заглубленный, но здесь стоят баки. То есть это выглядит, как те же самые контейнеры, просто площадка автоматически выезжает из-под земли. Мне вот это больше нравится. Я сейчас покажу это тоже ВКонтакте. У вас есть, наши гости, открытый блог Варламова, и мы видим очень красивые такие современные контейнеры. Они стоят на металлическом листе, а на самом деле это большая подземная площадка, которая автоматически поднимается. Машина выезжает из-под земли большой красивый бак, машина его опустошает. И все, что видят люди сверху, это действительно очень эстетичные такие урны современного дизайна. Мы видим, что это европейские опыты, американские, но уже в Москве такие площадки первые появляются. И тут вопрос, о котором мы хотели обратить как раз к строительной компании Маяковской, потому что мне кажется, что такие площадки были бы идеальны именно в городе, потому что из города должны исчезать страшные, неустроенные, как мне кажется, контейнерные площадки. А поскольку Маяковская занимается стройкой в центре города, высотных домов, то хотелось бы понять, вы думаете, вот в эту сторону рассматривали такие варианты? После короткого перерыва продолжим обсуждение. Партнер программы – компания Куприд. Урбан. Программа о городских проектах. Как правильно делать контейнерные площадки для мусора? Жаркий спор разгорелся сейчас в перерыве. И те, кто смотрит трансляцию в нашей группе ВКонтакте, Эхо Кирова, то вы слышали, как строители и САХ бились просто, строители в лице железно, новые идеи продвигали и желание все-таки устроить это по-современному. САХ доказывал на цифрах, что сейчас это невыгодно. Маяковская, кстати, была на стороне САХа и говорила, что дорого, дорого. Вопрос был как раз Дмитрию перед перерывом. Вы строите еще раз высотки в центре города. И, как мне кажется, мы с Дашей в этом сходимся, что в центре города хочется видеть эстетичные и лучше подземные вот такие мусоросборщики, чем просто выкачанные контейнерные площадки, такие непрезентабельного совершенно вида на разбитых в итоге асфальтовых основаниях. Вы задумывались об этом и считаете ли вы, что здесь можно поэкспериментировать? Может быть, вы думали вообще о встроенных площадках в ваших домах, как в Японии делают? Встроенные площадки по нормативам нельзя. Начну с этого. Дальше. Схему организации вывоза мусора у нас определяет муниципалитет. И то есть экспериментировать, и давать свои предложения здесь должен... Мы мечтаем, Дмитрий, у нас программа о том, к чему нужно стремиться. Нет, тогда мечтать о встроенных площадках, контейнерах. Как Вы себе представляете это? Пока никак. То есть пока даже мечта, в общем-то, никак не прорабатывалась? Ну, я думаю, что это неосуществимая мечта на ближайшие 5-7 лет в городе Кирилля. И даже думать об этом не нужно. Ну, не ближайшие 5-7 лет. Ладно, проблемы решаем по мере поступления. Ну, вот мы вам проблемы уже обозначаем сейчас. Может быть, побыстрее задумайтесь. Так, друзья, у нас есть еще история с тем, что растаскивает мусор, и что в целом выглядят площадки неэстетично. И мы задавались нашим вопрос Шульгину Илье Вячеславовичу в прошлом Урбане. А что, если передавали от активистов, а что если запирать? Не только растаскивают, но и добавляют. Добавляют, да. Давайте послушаем, что говорил Шульгин. Такая общая проблема, и решение у нее классическое. Это организация площадок с ограниченным доступом. Те, у кого есть договор, делают соответствующие электронные ключи, которые позволяют на эту площадку зайти и мусор комфортно там разместить. Без каких-то негативных эмоций, что называется. А что касается сбора денег, понятно, что те небольшие офисы, которые так же, как и все остальные, накапливают мусор, они его несут на открытые площадки, не заключая договора, пользуются услугой, что на сегодняшний день мы, к сожалению, себе позволить не можем. Понимаю, что, возможно, призывать к этому бессмысленно. Будем заставлять именно организации подобных площадок. Поясните, пожалуйста, кто может, почему на нашей площадке сбрасывается мусор посторонними людьми, потому что если мы нормативы все учитываем, то образуются эти горы. Сначала примем телефонный звонок, а дальше сам передадим слово, он руку первой поднял. Так, телефонный звонок, Алло, добрый день. Здравствуйте, Татьяна, город Киров. Вы знаете, могу поделиться опытом. У нас в саду, где мы собираем весь мусор, мы сразу решили, мы обсадили очень дешевый растением спирея. Вот такой квадрат обсадили и в одной стороне сделали как бы проход, калиточку как бы. Ну как бы. Каждую осень у меня супруг, как только листья падут, начинает подравнивать, и у нас совершенно замечательная вещь. Вот что касается обвивающих растений, вьющихся, они требуют к себе очень, ну, внимания человеческих рук. Этим никто не будет заниматься. А спирея, она себе растет и растет. Вот мой вам. Спасибо. Граждане сами озаботились эстетикой. Секундочку, я для зрителей ВКонтакте озвучу. Татьяна поделилась своим опытом в саду у себя. Они обсаживают мусорную площадку контейнерную растением спирея. Почему ей? Потому что завьющимися растениями нужен очень сильный уход. А это, насколько я понимаю, я не ботаник, но, видимо, какое-то неприхотливое, быстрорастущее растение. Наши слушатели ВКонтакте не слышат того, что мы передаем в студии по телефону. Поэтому мы поясним. Сах, пожалуйста, откуда свалки? Смотрите, замечательная история. Я хочу пояснить, что заглубленные контейнеры – это тоже один из видов контейнеров, куда ограничен доступ. Если мы говорим о юридических лицах, заходим в налоговую инспекцию, у нас зарегистрировано 70 тысяч юридических лиц, по-моему, в том числе 35 тысяч предпринимателей, у города для всех этих юридических лиц установлены нормативы образования мусора. Точно так же, как и для физических лиц. Так вот скажу, что из этих 70 тысяч у компании САХ и компании Куприт, которая занимается обслуживанием юридических лиц, всего 6 тысяч договоров. Где эти 60 тысяч юридических лиц? Я вам отвечу. Они в контейнерах, граждан. А вот, может, если бы все платили, нашлось бы 4 миллиона на автоматическую площадку? Выдвигающиеся площадки на вытяжке. Вполне возможно. То есть вопрос сбора денег. И, как говорит Шулин, будем заставлять контролировать и прочее. То есть если бы 60 тысяч юридических лиц, которые не заключают договоры на вывоз мусора, их заключили и платили, вот где эти деньги потерялись. То есть граждане, хочешь не хочешь, платят. Хочешь не хочешь, платят за все магазины парикмахерские. Я не говорю, что за все, но за большинство. Хорошо. Ну, то есть заглубленный вариант мы отмели там в силу того, что пока этот город... Не отмели. Вот смотрите, я по заглубленному варианту могу пояснить. Если заглубленный вариант, должен переходить весь город. У нас такой город в стране есть. Это город Оренбург. У него все машины и все площадки приспособлены под заглубленные контейнера. И все контейнера вот именно такого типа. Но это было решение муниципалитета. И насколько я как-то на конференции слышал, почему они приходили на эти контейнера, для них это был... Я еще раз объясню. То есть это один из видов закрытых контейнеров, куда доступ можно ограничить. Они переходили там из-за того, что у них какие-то снега, все это заваливает. И это достаточно удобно было для них. И решил муниципалитет и все контейнерные площадки были заглубленного типа. Соответственно, обслуживающая компания для этого закупила технику, и они продолжили работать. Это единственный город в России. Как это сказалось на оплате? Который целиком. Как это сказалось на оплате, мы знаем? Я не знаю, как у них там это сказалось. Мы в Оренбург обратимся и узнаем. Когда это массово, это на оплате не сказывается. Когда мы говорим, что это будет 2-3, и для этого будет соответствующий автомобиль приобретен там, и соответствующее периодическое обслуживание. Даже тут не в автомобиле дело, потому что автомобиль может и обычные контейнеры забирать на других площадках. Но обслуживание, это все равно стоит определенных денег. То есть принять решение на уровне муниципалитета, массово заменить контейнеры, и тогда обслуживающие кармани могут вложиться в технику соответствующую. Мы будем принимать звонок? Давай. Звонок от слушателей 211-101. Алло. Здравствуйте. Владимир, город Кира. Да, выключи, пожалуйста, радио, потому что оно фонит. Вот какой вопрос. Надо бы нам начать сбор вот этого отходов с простых вещей. Вот собирать пока чистые отходы. Бутылки, батарейки, лампы. Простите, пожалуйста, Владимир, у нас другая история. Нас интересует, как должна быть устроена... Это не про раздельный сбор мусора. Да, по сбору мусора. Именно контейнер. Как она визуально должна выглядеть? А вот не соглашусь с вами, Светлана. Владимир правильно вопрос задал. Вот как раз если мы будем организовывать контейнерные площадки, то есть места накопления наземного типа, но огороженные, то внутри вот этой площадки мы можем уже отдельно организовать... Ну, представляете, под батарейки такой контейнер закопать. Или под стекляшечки, или под что-то еще. Это экономически абсолютно невыгодно. А вот внутри, внутри закрытой площадки накопления мы можем уже и небольшую какую-то емкость поставить. Давайте тогда все-таки у нас 4 минуты осталось к предложению Шульгина все же о том, чтобы запирать площадки на ключ. Это-то можно осуществить? Это можно осуществить, и жители-то четко будут понимать, за что они платят. Маяковская, как вы к этому относитесь? Будет решение муниципалитета, мы это поддержим двумя руками. Ой, как хорошо. Так, железно. Присоединись. Я знаю, что Маяковская еще только через 5 лет собирается задумываться вообще об изменениях каких-то в этих площадках. Но вы-то вот сейчас... Мы не можем единично решать эту проблему без решения на территории всего города. Никак не может фирма «Железно» решать по-своему, фирма «Маяковская» по-своему, КСМ решать по-своему. Мы сейчас комментируем то, что сказал Шульгин. Нужно единообразие. Какое тогда? Вот принято решение. А это должен решать муниципалитет. Вот что здесь вопрос. Вот смотрите, вот компании никак не хотят в этом участвовать. Мы готовы поучаствовать. Предлагайте. Но должен инициатором выступать муниципалитет. Вот они должны сказать, что мы решили сделать... Будем считать, что Шульгин инициировал своим заявлением в программе «Урбан». Как должна выглядеть такая площадка? Вот, например, как такая площадка выглядит в Копенгагене, да? Нет, нет. Не за, а как. Очень красиво. Внутри двора есть какая-то полукапитальная конструкция. Я не знаю, как это на строительном языке назвать. Ну, то есть, в принципе, вот вокруг дома здесь люди выкидывают мусор. Видимо, там какая-то магнитный ключ или карточка. Я не знаю, что я покажу потом в ВКонтакте. Ну, то есть, это же может делать строительная компания, в принципе. Это и будет делать строительная компания, если муниципалитет примет такое решение. Дмитрий Валерьевич, представьте, что уже принято. Я сейчас об этом. Как? Вопрос. Как она должна выглядеть? Как муниципалитет принял, так и по устроить. На самом деле, ничего сложного в этой площадке нет. Просто огороженная площадка с какой-то калиткой, закрывающейся на какой-то магнитный ключ. Ну, в том ты делаешь, что ничего сложного? Да, поэтому мы готовы их делать. У нас, видите, у нас поселки достаточно расположены в самостоятельных местах, и у нас, в общем, нет проблемы какой-то принципиальной к тому, что наши площадки валят мусор. Кто-то еще. Там обслуживают только жители наши. Но потенциально мы можем такие площадки сделать. Я сделал несколько фотографий в Питере, где я был там у знакомых, был в их дворе, как бы, и видел, как это все устроено. Действительно, выбросить мусор посторонний там не может. И более того, на этой же площадке, на этой же, скажем так, территории устроено еще место для хранения спецтехники управляющей компанией. То есть там объявлены две задачи. Там они держат свою снегоборочную технику, лопаты, метла. И рядом пристроена как раз территория, где хранятся мусорные баки. Все это сделается с открыванием магнитного ключа. У вас планируется в ближайшее время подобный эксперимент? Ну, почему нет? Можем попробовать. Вопрос другой. Обслуживающая компания готова взять на обслуживание такую площадку? Готовы железно на эксперимент пойти? Мы-то как раз и обсуждаем тот вопрос, чтобы строительные компании начали это делать. Для чего? Для того, чтобы, смотрите, мы берем на себя обязательства по очистке территории. Все, что валят люди, которые приезжают случайно, они же обычно валят только раз или из окна выкину. То есть мы и прибираем контейнерную площадку, и от снега ее очищаем. То есть для нас достаточно очень хорошая история, если строительные компании будут огораживать с четырех сторон и делать крышу. Соответственно, снега нет, содержать гораздо прочее, чужого мусора нет, и внутри мы можем организовать и раздельный сбор, и батарейки собирать отдельно. Захаров, мы знаем, что вы человек решительный. Вы в каком-нибудь елке-парке или в Метроградзе собираетесь в ближайшее время что-нибудь такое реализовывать, раз мысли такие есть? До сегодняшнего эфира не собирались, но если вам нужны эксперименты, мы готовы на него пойти. Сахар, мы с радостью. То есть мы наконец нашли идеальный вариант, который всех устроил. Там, по-моему, уже сделаны площадки, сейчас посмотрим, можно ли их сейчас уже... Просто огородить. ...по итогу огородить, да. Если получится, давайте попробуем. Ну и последний момент для девочек. Озеленять нужно такие площадки? Ну, конечно. Озеленять нужно вообще все, что можно озеленить, потому что пустые пространства или открытый грунт, как обычно задают некоторые застройщики, но это никуда не годится. Итак, резюме первого часа. Первое. Должен решить муниципалитет. Принять решение. Подача строительных компаний есть. Готовы это делать, исполнять. Обслуживающая компания говорит, если будет принято решение, и массово можно будет установить заглубленный, например, контейнер или закрытые площадки сделают, и это нужно делать, население пока не верит, что что-то такое позитивное способно. Население мы послушаем еще во втором части, у нас будут городские активисты и представители ТСЖ, управляющие компанией и ТСЖ. Сейчас у нас перерыв, мы прощаемся с гостями первого часа, Михаил Шихов, Дмитрий Сергеев, Юрий Захаров, и вернемся с этой темой в начале первого. Турбан. Программа о городских проектах.